Добрый день! Сегодня мы отвечаем на вопрос наших зрителей на православном канале Экзегет. И вот один из них задает такой вопрос. За что была наказана болезнью проказа сестра Моисея Мариам? Ну, как мы знаем, сестра Моисея Мариам была тоже пророчицей, обладала тоже пророческим духом наряду с своим братом Аароном. И хотя являлась старшей сестрой Моисея, но однако в ней этот дух пророческий, конечно, сказывался, открывался с меньшей силой, чем у Моисея. И хоть Мариам, как мы знаем из священного писания, из священного предания, сыграла такую значительную роль в жизни даже самого Моисея. Именно она скрывала его в корзинке в тростниках от гонений фараона. Именно она посоветовала и привела к дочери фараона мать Моисея для того, чтобы она выкормила младенца для дочери фараоновой. И потом, в последующем, всячески поддерживала своего брата. И именно Мариам возглавила лик дев с тимпанами и другими музыкальными инструментами, которые прославили великие чудеса, совершенные Богом Израилевым. Когда тот избавил Израиль от власти египтян, потопив преследователей в Красном море, а его проведя без вреда по дну расступившейся стихии. И тем не менее, как мы видим, что и Мариам также не была свободна от каких-то человеческих слабостей. Ну, собственно, причина, по которой она была прожжена проказой, вполне ясна. Это одна из самого текста книги чисел 12 главы, где в самом ее начале содержится повествование об этом событии. Здесь говорится. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Эфиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Эфиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? «И услышал сие Господь. Ноисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариам, «Выйдите вы трое к скинии собрания, и вышли все трое. И сошел Господь в облачном столбе, и стоял у входа скинии, и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба. И сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно они в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? И вспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скинии, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею, «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попустить, чтобы она была, как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела. И возопил Моисей к Господу, говоря, Боже, исцели ее. И сказал Господь Моисею, «Если об отец ее плюнул ей в лице, то не должна ли была бы она стыдиться семь дней? И так пусть будет она в заключении семь дней вне стана, а после опять возвратится. И пробыла Мариам в заключении вне стана семь дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам». Итак, из этого повествования, того, что произошло с Мариам, вполне понятно, что, собственно говоря, явилось причиной этого заболевания. Причиной внешнего, проявившегося на теле пророчества заболевания, явилась внутренняя гордыня, внутреннее соперничество со своим братом Моисеем, которое проявилось не только у нее, но и у Аарона. И это посланное в разумление через проказу явилось в разумлении одновременно и Мариам, и Аарону, как мы и видим, собственно, из изложенного в книге чисел текста, повествующего об этих событиях. Первоначальный спор возникает из-за того, что Моисей взял за себя жену Ефиоплянку. Ну, тут есть разные мнения на эту тему, и талмудические, и православные, из разных преданий. Одни из которых говорят, что Ефиоплянка, они считают Модианитянку Сипфору, жену Моисея и дочь Модианитянского священника Иофора, хотя эти Модианитяне, по всей вероятности, все-таки были народом родственным евреям, хотя и имевшим какие-то вероучительные и такие свои отличия в обычаях, в традициях. Но, возможно, они, так сказать, уничижают ее, как несколько отличающиеся от своих соплеменников и обзывают ее Ефиоплянкой. Возможно, речь идет действительно о каком-то браке, который был заключен с Моисеем, либо еще до, во время его пребывания в Египте, и здесь речь идет о воссоединении Моисея с той Ефиоплянкой, с которой он вступил в брак еще в Египте, либо, как предполагают некоторые толкователи, это уже такой вот последний брак Моисея, в котором он действительно взял за себя жену Ефиоплянку. Но это толкование скорее из такой-то мудической среды и вряд ли соответствует самому духу священного Писания и тому, что происходило с народом Израиля. Как бы то ни было, эта женитьба Моисея была всего лишь поводом, в котором выразилось недовольство сестры и брата Моисея тем первенством, которым обладал пророк. И Господь вразумляет их и исцеляет от внутренней проказа гордыни такими смирительными проявлениями и действиями. Во-первых, он милостивно вразумляет их сам через особые явления в облачном столпе и указывает им на то совершенно особенное дарование пророческого духа Моисея, отличное от всех других пророков, которым Господь являлся в каких-то сонных видениях или просто говорил с ними. Но Моисей – это именно тот, кто удостоился беседовать с Богом лицом к лицу и которого Господь знает среди всех остальных сыновей Израиля. И для того, чтобы смирить гордыню брата и сестры, Господь попускает такое действенное средство, как проказа. Лекарство, которое, с одной стороны, делало человека нечистым и полностью отлученным от сообщества людей, и вот с высоты такого своего пророческого достоинства старшей сестры Моисея мгновенно падает на такую низкую ступень общественного изгоя человека, который не может быть даже принят в общество Израиля, а не то, что руководить им и пользоваться привычным для себя авторитетом. С другой стороны, это болезнь неизлечима, болезнь, которая приносит человеку тяжелейшее страдание. Это тоже такой чрезвычайно важный смирительный момент, который связан с тем попущением, которое совершил Господь по отношению к Мариам, покрыв ее проказой словно снегом. Он не делает этого с Аароном, потому что Аарон сподоблен на священного достоинства, священного сана, он священнослужитель, и проказы сделают для него невозможным совершение установленных Богом же богослужений. Но Аарон вполне выразумляется через те страдания, через то обличение, которое является Господом через его сестру. Он вполне смирился, он обращается к Моисею с просьбой о милости. И Моисей по своему такому особенному, чрезвычайному молитвенному дару опять вопиет к Богу с просьбой об исцелении Мариам и получает извещение о том, что спустя семь дней она будет очищена и, пребывая это время вне стана, как и положено человеку, подвергшемуся какой-то ритуальной нечистоте, она по окончании этого времени, очистившись, вполне может опять присоединиться к обществу сыновей и дочерей Израилевых, в котором она пользовалась столь заслуженным уважением и авторитетом. Вот, собственно, в чем суть наказания этой проказа. Проказа в данном случае является лишь внешним телесным выражением того духовного тяжкого недуга, духовного недуга гордыни, которая делает душу человека наполовину истлевшей, покрытой струпями, уподобляет мертворожденному ребенку, который выходит из черева матери уже наполовину разложившимся. И для уврачевания вот этого духовного, душевного недуга Господь и попускает недуг телесный, который сам же и милостивно отнимает после совершившегося вразумления и исправления души и сестры Моисея Мариам и его брата Аарона. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok